В свои 85 Валентина Ланская бодра духом и телом. Заслуженный врач России уже на пенсии, но продолжает консультировать молодых врачей больницы Новокуйбышевска, в которой проработала акушером-гинекологом половину жизни. Однако сейчас, во время пандемии коронавируса, есть ограничения, против которых Валентина Константиновна пойти не может. Коснулись они не только работы, но и исполнения гражданского долга. Голосовать на выборах Валентина Константиновна с мужем будут на дому. Важен каждый голос и легитимность. Именно поэтому в Самарской области создаются все условия и выработана практика надомного голосования под общественным контролем. Жители, которые не могут прийти на избирательный участок, имеют возможность заказать урну для голосования на дом. Но для этого должна быть уважительная причина. Например, плохое состояние здоровья, инвалидность, либо преклонный возраст избирателя. По действующим правилам, надомное голосование предполагает участие в этом процессе представителей избирательной комиссии в составе не менее двух человек и общественных наблюдателей. Они получат соответствующие удостоверения и будут сопровождать те группы, которые будут посещать наших избирательных дому для голосования именно на дому. То есть будет обеспечена прозрачность этого процесса, контроль за ходом голосования. В рамках подготовки к выборам состоялось более 70 семинаров, где прошли обучение свыше 5000 потенциальных наблюдателей, которые будут обеспечивать легитимность избирательного процесса. Виктория Шарая, Михаил Ермоленко, Мэри Елчан, Григорий Плешаков, Константин Головин. События.